Бабуль, ножик взяла? Ага, молодец. А миниган взяла? Ага, хорошо. А антипропердон взяла? Ага, ага, да, хорошо. У бабульки просто последнее время что-то с животом не так. У неё там срачка-придячка целыми нямми, поэтому антипропердон всегда пригодится. Антипропердон всему голова, забирай. А сейчас, бабуль, времени нет, поехали в лаванду и поехали в игровые яйца, давай! За свадебное платье и двор стреляю в упор. Да и за бабку тоже выстрелить могу. Тебе-то хоть в платье удобно? Да, нормально. Самое главное, самое главное то, что нигде не жмёт. Ой, ля, смотри, бесплатный тачик на дороге. Бери, не хочу, бери, забирай. Интересно, кто же её там оставил, да? Когда кто-то угрожает моим родным. Маме, папе, бабе, бабуле или ещё кому-то там. Я не оставлю этого человека в покое. А кое-что ему отрежу. Ну, точнее, бабка отрежет, у неё же ножик есть. Найдём тебе мужа-милок. Бабуль, мы сейчас доедем, и я платье сниму, и всё, сразу же поменяемся. Давай ты там не ворчи, как карга старая. Хоть ты есть, карга старая, но не ворчи. Когда кто-то лишний раз открывает рот на меня, я тоже это просто так не оставлю. Я ему закрою его рот обратно. На этой планете есть много умников, много людей, которые хотят причинить нам боль, страдания. Но когда кто-то поджигает маникюрный салон лаванду, и когда кто-то взрывает компьютерный клуб игровые яйца, я просто так это не смогу оставить. Господи, что тут произошло? Ну вот и мне интересно, что тут произошло. Кто же взорвал игровые яйца, и кто взорвал лаванду? А ещё не удивляйтесь, пожалуйста, почему я без вебки, просто у меня здесь кое-что странное произошло, и я не уверен, что вы готовы такое увидеть. Бабуль, думаешь, они готовы такое увидеть? Да? Чё-то я очень сильно в этом занимаюсь, но ладно. Давай, включай вебку, включай его, давай. Ага. Я ещё заболел, да, у меня ещё и температура. Ну тут просто такое произошло, то что я как бы приехал в гости к родителям, а балаклаву из Новосибирска забыл взять. Вы знаете то, что серия грабителя без балаклавы, это не серия грабителя, вот. Мам, спасибо за кологотки. Это я единственное, что хотел сегодня сказать в этой серии. Ну, как бы, вот это балаклава, и вот от этой балаклавы, ну знаешь, мало чем отличается. Поэтому давай сюда. Нам нужно выяснить, что же за подонок, будем его так называть. Взорвал яйца, и взорвал лаванду. В предыдущей же серии эта чикса в красном платье сказала то, что лаванды больше нет. Я её спросил, как это лаванды больше нет, она даже объяснить не смогла. Давай мы поможем, хотя бы потушим немножко, я не знаю. Эх, где я буду ноготочки делать-то? Да, находясь вот в таком платье, у меня такой же вопрос назревает. Где я буду ноготочки делать-то, а? А, слушай, этих пердежа забыли! Как так святое? Туши, 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 туши! Вот так удобнее будет. Нос хотя бы мешать может, это сопли. Бананы забыли! Ладно, бананы можно здесь оставить. Туши, 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 туши! Ну почти всё потушили. Подожди, а где владельцы? Где вот это-то пописяка и его, тёлка вот это его? Где они? Туши! Ладно, мне кажется, тут... Да-да, давай лучше на улицу, давай лучше на улицу. Всё, что могло сгореть, то уже давным-давно сгорело. Что не сгорело, то они, наверное, забрали с собой. Может, погибли? Сплюнь, ядрит колотит. Ты чё такое горишь? В смысле погибли? Не успел я... Когда я это грабил? Я в предыдущей серии... Нет, в предыдущей серии я грабил вот этот фитнес-клуб кенгуру. Лучше не смеяться, а то всё болит. Бабуль, градусник есть? Или антипропиздинчик? Таблетки вот этот, от головной боли, от температуры, жароутоляющие. Я догадываюсь, кто это мог сделать. Но надо убедиться в этом. Ну и кто это мог сделать? Владелец кенгуру. Ха. Ну, слушай. Ну, тут бы не помешал какой-то детектив, чтобы всё это дело раскрыть. Но мне кажется, тут и детектива не нужно, чтобы догадаться, что всё здесь элементарно. Просто на поверхности всё ясно, понятно и всё там лежит. Я сначала посоветую всем посмотреть предыдущие серии, чтобы быть в курсе всего сюжета, который здесь происходит. Поэтому, на всякий случай, прямо сейчас... Тыкни ты на эту подсказочку, которая здесь возле меня появилась. А то я тебе сегодня приснюсь. Вот таким вот, в такой балаклаве. Ты же не хочешь такой кошмар увидеть? Ага. Поэтому лучше тыкни. Они транспорт свой забыли. Даже не забрали вот этот трёхколёсный мопед свой. Здесь же всё элементарно. Лаванда открылась. Игровые яйца открылись. Кенгуру? Может, похитили их? Да я не знаю. Кенгуру открылся тоже, составил им конкуренцию. Игровые яйца и лаванда пригласили меня, чтобы я ограбил кенгуру. Я кенгуру ограбил. Кенгуру разорились. И закрылись к чёртовой бабушке. Естественно, то, что как бы уже в жизни это ничего терять не надо, да? Поэтому они могут уже там на преступления пойти вообще, как бы, незаконопослушные гражданины, да? Самые законопослушные гражданины в мире это горит. После закрытия кенгуру они сказали, пюн, если в тюрьму пойдём, значит пойдём в тюрьму. Прибежали в лаванду игровые яйца, дождались, когда их не будет вот здесь, в их салонах. Подожгли к чёртовой бабушке, взорвали и всё. Минус яйца. Ну, в смысле, игровые. Минус лаванда, минус, минус вот этот кенгуру, минус тренер. Все, походу, по тюрьмам разъедутся. Но только проблема в том, что именно из-за игровых яиц я в последней серии поднялся. Потому что только из-за игровых яиц мне Ашотик, братик, за весь тот хлам, который я наворовал, отдал 45 тысяч рублей. Я же тоже с жлобом таким не буду. Надо бы найти вот эту лаванду, надо бы найти игровые яйца и хотя бы, ну, немножко поделиться с ними бабками. Потому что, ну, если честно, бабок у меня в инвентаре, ну, очень много. Конечно, мы с бабулькой как бы отправляемся в Таиланд в ближайшее время. Ну, ещё с твоим дедом надо разобраться, да? Только где живёт тренер? Где живёт яйца? Из яйца живут лаванда, где живёт? Папки им дай хотя бы там пару тысяч, чтобы на жизнь хватало. И свалить в этот чёртовый талант. Или мазь дивы, куда мы там хотели, я уже не знаю. Ну, тут поблизости как бы дом один. Ну, ладно, там ещё один. И там ещё один. Ну, и там ещё один. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда! Заходь! Это же тачка Геннадия Петровича этого... Подожди, подсади меня, бабуль, подсади. Держи, чтобы я не упал. Ни черта не видно! А, почему из-за кирпича? Так, ладно. Так, 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 подожди, 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 подожди. Они сюда идут? Ладно. План Б. Или В. Или Г. У нас вообще план есть какой-то. Давай через крышу, давай через крышу, через крышу. Не, 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 подожди. Геннадию Петровичу на глаза мы точно попадаться не должны, потому что Геннадий Петрович до сих пор помнит тот случай, когда я у него синюю тачку староты взял. Это было на самом деле не так уж давно, как мы все думаем. Ага, вот это не ломается. Чё, бабуля, не там? Или случайно в подъезд сюда решили заглянуть? Пока еще там стоят, да? Геннадий Петрович и Чикса. Ага, вот сейчас, походу, они в подъезд, да, отправились? Так, ладно, идут, 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 идут. А куда нам свалить-то я не могу понять? Подожди. Скабля, скабля. Скука голубая, ага. Интересные здесь надписи в этом подъезде. Все, Катюх, давай сваливаем. Откуда сваливают? Какая Катюха? А, это вот. Давай, но только тихо, дверью не хлопай. Давай сюда, давай сюда, давай сюда, давай сюда. Тебе, мадемуазель, мадемуазель, не кричите, не кричите, не кричите. Да, заткните. Какие воры, я похож на вора. Ну, как бы, да. Сантехник и Жека позвонили, сказали, трубу прорвало. Я полицию вызову, не надо, не надо лучшенькую полицию вызывать. Покажите вашу трубу, трубу прорвало. Не, сейчас, мы здесь перекатываемся, буквально 10 секунд и сразу же убежим, хорошо? Да, 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 тихо, 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 тихо. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Извините. Извращенцы. Слышь, бабу, тебя телочка извращенцем назвала. Я-то тут при чем? Я вроде нормальный человек. Миниганс, спрячь, пожалуйста. Извините! Неплановая проверка труб. двери забыли закрыть да уйдите вы уже ехали бабай так не до вас сейчас уйдите ремонт там кто-то в душе или мне кажется подожди подожди они же вот это вот это только что здесь были вот эти владельцы лаванды и его игровых яиц это их дом да вроде они по голосу узнала ну давай зайдем потихонечку зайдем просто посмотри бабуль чей это дом уверен уверен да уверен давать тихонечко главное костями не скрипи иди сюда да заходи ты внутрь давать хотя если это их дом то кто в душе моется со владелец этого кенгуру у нее муж еще вот этот тренер это она так вот где они живут до когда бедно не живу даже воровать нечего у них даже да ну холодильник микроволновка будильник какой черт не будильник аквариум тебе нужен аквариум а мне то зачем аквариум как мы его дотащим то до машины он даже машину не влезет здесь у нас ничего нет здесь у нас здесь у нас золотая броня какая-то непонятная милый ты тут окно закрусят что все нас почти палят до сегодня в этой серии или уже ушел я бы сказал то что я ушел так ладно сюжет набирает обороты мы вообще залезли туда где точно не должны были быть она кому-то звонит и просто телефон бьет я не знаю чего она делает наверное просто телефон бьет странно трубку никто не берет потому что ты дура даже не звонила ты просто телефон бьет ой господи сейчас бы 2019 люди не знали бы как звонить по телефону что она там делает куропатка это у переоделась уже ну хотя бы не ходит вот этими бубончиками не светит так ладно она ушла по ходу давай заходи обратно давай 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 а вот сейчас я на самом деле ничего не понял почему когда танечка вылась сюда пришли владельцы лаванды игровых яиц что-то здесь сделали почти нас спалили если бы мы не спрятались вот там возле той чиксы вы там извините еще раз если что они не хотели вот если бы возле нее не спрятали в ней у нее дома не спрятались они бы на сто процентов спалили но такой-то вопрос может поговорить хотели не мелок как они поговорить хотели танечка в душе было то есть ты ты хоть ты ты говоришь то что пришла это лаванда пришла игровые яйца зашли к ней в душ и начали с ней разговаривать вот через вот это утопить хотели а кстати вот это уже более вероятно то что они и наверное в душе утопить хотели а почему тогда не утопили такой вопрос а почему не утопили значит передумали а если они передумали кейс так у меня у меня два кейса получается для какой бизнесмен в данный момент больше бизнес в умен а как бабуля горит вообще бизнес хуй уме но ладно это было уже давно это неправда какой мой главное не перепутать я не знаю что там а он открытый здесь ничего нет забирай лучше поставь обратно давай чужое добро не будем трогать говорит вор добро не будем трогать ой ну слушай здесь какой-то слишком странное дело они пришли не утопили ничего не сделали ну возможно кстати что-то забрали или что-то украли и свалили просто до того как танечка вышла из душа куда они направились там или убили ее мужа кстати тоже возможно я же не вижу где тренер находится уже здесь как-то не все скрытно как-то очень очень темно и непонятно на здесь бы нам детектив не помешал ладно пошли бабуль пошли там выясним уже не наш дом рыться здесь не будем поэтому давай извините еще раз давай давай пошли будете свидетелями я сегодня отсюда без бабок не уйду какими свидетелями это не потиха кеннадий петровича может не надо шаги они походу поднимаются сюда может опять сюда к этой куропат ладно иди сюда иди сюда другого ряда нет сейчас она реально по лицу вызовет ты сюда обратно давай 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 куропат копчипа на шевели ножками давай в душ в душ дужно спрятаться дай душ двери закрывать за собой двери закрой закрыла ножик достать на всякий случай или мини-ган тихо не зашли вот и геннадий петрович я пришел за своими деньгами ой геннадий петрович мы не успели деньги собрать я ничего не понимаю кто за какими деньгами пришел причем здесь лаванда причем здесь игровые яйца почему они станечкой вместе в одном доме еще и геннадий петрович со своей куропаткой общипанной пришел там я без разницы бабки гоните вы и так задолжали бабуль доставай все же лучше мини-ган ага большой у тебя огромный конечно катюк смысле они не успели деньги собрать а в кейсе что было сделай вид что вы ничего не знаем вы так вы так тихо шепчетесь то что даже я здесь слышу в туалете ага босс позвольте мне с ней разобраться где мои деньги танечка вот и у меня такой вопрос бабуля где их деньги танечка и про какие вообще деньги речь идет эта ситуация покрыта мраком бабуль чем это дальше то будем делать а мы в туалете в ванне лежим сидим стоим пердим а я еще в маминых чулках на на голове вместо нормальной балаклавы эти деньги у них нет ладно значит посидим здесь здесь нормально да прохладно уютно влажно душ принять можно свадебном платье вот эта вечеринка вот это я понимаю спасибо